Итак, сегодня стало известно, что одной из причин срочного визита директора ЦРУ в Киев стала пропажа 20 американских граждан, предположительно сотрудников частной военной компании Greystone Limited. Следы американцев до сих пор не найдены и киевские власти ничем не смогли помочь главе ЦРУ. О том, что подавлением протестных настроений на востоке Украины могут заняться американские наемники, стало известно 25 марта. В Донецкую и Луганскую области они были переброшены в форме отрядов спецназа Украины «Ягуар» и «Сокол». Белый дом уже официально признал тайный визит директора ЦРУ Джона Бреннана в Киев. В минувшие выходные он встречался с местными силовиками и консультировал их. Ну и сразу после этих переговоров МВД Украины объявило о начале спецоперации по подавлению протестов на востоке Украины. Обычно мы не комментируем поездки главы ЦРУ, но учитывая экстраординарные обстоятельства и обвинения, высказанные Россией в адрес управления, мы можем подтвердить визит Джона Бреннана в Киев. Поездка прошла в рамках рабочей поездки в Европу. Визиты руководства разведывательных служб на высшем уровне являются стандартным средством содействия взаимовыгодному сотрудничеству в области безопасности. Американские и российские представители разведслужб уже много лет проводят подобные встречи, поэтому считать, что за ними кроется что-то иное, абсурдно. Более того, Бреннан провел в Киеве переговоры с новыми украинскими властями. Позже на экстренной пресс-конференции в Ростове-на-Дону президент Украины Виктор Янукович заявил, что решение о силовом подавлении протестов на востоке Украины было принято по указке Вашингтона и, в частности, после тайного визита главы ЦРУ Бреннана.